Доброе утро, мои дорогие! Посмотрите, как нас заметает этой зимой. Я любуюсь, наслаждаюсь, весну жду, но без прежнего фанатизма. Хочется ловить каждый миг. Мой любимый вид из окна. Смотрите, даже люди, где идут, я не понимаю. Я, кстати, заметила, в этом году нигде не чистят. В Питере люди жалуются, что не чистят. Мама в Риге жалуется, что не чистят, пробираются. И вот у нас тоже приятный снежочек. Мама в Риге жалуется, что не чистят. Сегодня у нас такой поздний обеда-ужин, как я его называю. Мы только вернулись домой, и у меня буквально полчаса, вернее, я хочу за полчаса приготовить полноценный обед. Вкусный, полезный. У меня уже запекаются в духовке овощи, там пастернак, сладкий картофель, просто картофель. Дочь мне почистила со специями, чуть-чуть оливкового масла. Пахнет просто превосходно. А на плите у меня варится кисель и замороженные вишни. Мои очень любят. Поверьте, это не тот кисель, который продается в брикетах или какой-то столовский, простите. Он очень вкусный, ароматный, как настоящий десерт получается. У меня там буквально 2 столовые ложечки без горки сахара, щепотка соли. Это очень вкусно. Иногда делаю его погуще, и тогда можно даже как десерт разложить в креманке. Пока запекаются овощи, я хочу быстренько испечь шарлотку. Это мой любимый рецепт, потому что в шарлотке всегда что-то не то. Либо ярко выраженный вкус яиц, мне это очень не нравится. Либо слишком много манипуляций для такого примитивного пирога. Отделять белки от желтков, я считаю, это уже лишнее. Можно тогда испечь что-то более достойное. У меня яблочки, которые я почистила, порезала. Очень ароматные, покупали на рынке. Но и с зелеными яблоками тоже безумно вкусно. Застилаем форму пергаментной бумагой. Бумагой для выпечки, никакого масла. Режем яблоки. И будем сейчас взбивать яйца. 3-4 яйца вполне достаточно. Если крупные 3, поменьше 2. Взбиваем до такой желтой пены. Добавляем полстакана сахара. Шарлотка получается не сладкая. Но вот такая то, что надо. Так как я люблю. Вы отрегулируйте сахар по своему вкусу. Сахар нужно взбить так, чтобы сахар, конечно, там растворился. И венчики не скребли его по дну. Получается такая белая, более белая воздушная масса. Добавляем туда щепотку соли. Обязательно я забыла сказать. Потому что во все блюда, куда я добавляю сахар, добавляю щепотку соли. И стакан муки просеиваю, смешиваем до однородности. Чуть-чуть взбиваем недолго. Заливаем яблоки, чтобы все равномерно покрыло. Яблок всегда кладу много, поэтому если вдруг где-то какой-то торчит наверх. Ну, я так стараюсь ложечкой обмазать его тестом. Но, в общем-то, это не принципиально. И ставим в духовку на 20-25 минут при 190 градусах. Если вдруг через это время шпажка или зубочистка выходит у вас с влажным тестом, пирог до конца не пропекся, то прикройте сверху листом пергамента, чтобы корочка слишком не перепеклась. Потому что она должна быть такая немножечко липкая. И все, потом накрываете салфеткой, чтобы корочка не обветрилась. И остужаете. Я не буду показывать уже потом его в разрезе. Там шарлотка есть шарлотка, ничего особенного. Сделала салатик из свежей капусты. У нас уже продают свежую капусту, безумно вкусная. Здесь также помидор порезан, соль, перец, сок лимона и ароматное масло подсолнечное. Очень вкусный салатик получается. Укроп обязательно. Мне можно добавить, конечно же, и свежий огурчик, тоже так соломкой порезанный. Но мне не нравится с огурцом конкретно этот салат. И помидорчик тоже так, достаточно мелко порезан. Готовые уже овощи. Очень красивые, золотистые. И к ним я подам рулет, о котором рассказывала вам из индюшатины, который на Новый год запекала. И вот сейчас тоже сделала. Быстро, просто. И вот он лежит в холодильнике. Хоть на хлебушек вы его положите, хоть вот так на обед быстренько подойдите. Можно погреть, можно холодный. Я немного его погрела. Он просто такой теплый. Вот, чтобы не ледяной из холодильника был все-таки. Как вместо обеда приятнее, когда блюдо теплое. Вот он такой красавчик. А делается так просто. У меня еще осталось немножко клюквенного соуса. И вот просто буквально полчаса и отличный вкусно-полезный обед у вас на столе. Ароматные аппетитные овощи, салат со свежей капустой и рулет с черносливом. Ну, просто. Ну, что еще нужно? Ну, только немножко вина. Добрый вечер, дорогие девочки. Сегодня я перед вами без косметики. Вообще у меня голое лицо. Потому что хочу рассказать вам о своем уходе. Чем я пользуюсь в данный момент. И мне кажется, это честно и справедливо показывается в таких видео без косметики. 21 марта мне исполнится 43 года. И я считаю, что моя кожа, во всяком случае, на мой взгляд, находится в очень приличном состоянии. Несмотря на то, что я никогда не ходила к косметологу, не делала никаких процедур. Не просто ухаживающих, не омолаживающих. Там, тем более, уколы и так далее. Ухаживаю только в домашних условиях. При этом моя кожа очень тонкая. Буквально прозрачная. Каждую венку, особенно в области кожи вокруг глаз, у меня вели рассказать о своем уходе. Я давно очень этого не делала. В силу того, что в последнее время я особенно консервативна в этом деле. По причине того, что на рынке нету того количества средств, того выбора, который бы мне хотелось иметь. Это самое важное. Потому что я не хочу больше наносить на свое лицо то, что имеет просто секундный визуальный эффект. Либо компоненты, которые входят в состав ухаживающего средства, которые в дальнейшем могут нанести моему организму вред. Но сегодня почему я все-таки решила вам показать. Ну, во-первых, эти средства, некоторые из них, во всяком случае, я вам не показывала, как мне кажется. Я могу ошибаться и что-то, конечно, забыть. И плюс я провожу эксперимент. Хотела выдержать год. Год будет в апреле. Но раз уж меня опять попросили рассказать об уходовых средствах, я решила приурочить, скажем так, итог этого эксперимента. Мне кажется, он удался. И я могу уже поделиться с вами. Результат начала. Давайте об эксперименте. И потом об уходовых средствах. В чем состоял эксперимент? Несколько лет назад я... Вы уже, кто смотрит меня давно, знаете, что кожа вокруг глаз у меня очень сухая, очень тонкая. Я всегда делала на этом акцент. Кремы для кожи вокруг глаз были всегда моими любимыми. Я им уделяла особое, большое внимание. И мне нужно было, чтобы крем был такой достаточно насыщенный, жирненький, чтобы хорошо кожа была напитана, увлажнена и так далее. Один из моих самых любимых кремов, как и у многих, наверное, женщин, был крем от Шосейда из серии, из линейки Бенифиан. Бенифиан, Бенифиан, Бенифианс, не знаю, как правильно ударение поставить. И, ну, на тот момент я не заморачивалась составом этих кремов. И вот в прошлом году, в конце марта у меня закончился очередной, да, небольшое отступление. Еще за год до этого я услышала о том, что мы неправильно наносим крем на область вокруг глаз. И что я, кстати, склонна к отечности. И у меня достаточно часто с утра были отеки под глазами. Как только я вот услышала этот момент, что неправильно наносим крем на кожу вокруг глаз, и что нужно это делать вот только вот. Я как наносила? Нанесу этот жирненький крем, и вот, значит, везде, и вот тут, и вот, вот прям вот так хорошо. Мне казалось, что это уберет мою эту сухость и так далее. Она действительно убирала ее, но на следующий день после души, это мгновенно, после умывания сразу повторялось опять. И вот было желание скорее что-то нанести, наносить крем только вот в эти места, на косточку скуловую. И вот здесь, если вы склонны к отечности, даже не вот не по верхней косточке, вот этой дуге, да, а даже над брови. И что этого вполне достаточно, что кожа здесь настолько тонкая, что вот крему будет достаточно, что будет распределиться по всей коже. И, в общем, я попробовала такой способ нанесения крема, и осталась в восторге, потому что на мою увлажненность кожи, на питание ее, это никак не повлияло. И отечность ушла практически вообще, и, ну, в общем, я поняла, что это истина. И пользовалась так вот на протяжении целого года, и была очень-очень давно. И вот спустя год я слышу, я пыталась найти этот пост, я сохраняла его, потому что меня очень заинтересовала косметику, которую она делает сама, если я не ошибаюсь. Но почему-то я не могу его найти, то ли больше, ну, не знаю по какой причине. Так вот, в своем посте она упомянула о том, что любой крем, в состав которого входят все компоненты, которые нужны нашей коже, которые работают, которые помогают нашей коже не омолодиться, а поддерживать ее в том состоянии, в котором она находится в данный момент, и положительно влиять, и помогать ей дальше, медленнее стареть, скажем так, да, любой крем, он будет подходить и для кожи вокруг глаз. Поэтому это просто рекламный маркетинговый ход. Поэтому, в общем-то, любой крем с отличным составом, он будет подходить и для кожи вокруг глаз. И я решила провести эксперимент. Я не купила следующую баночку крема. И вот уже практически год, вот 1 апреля будет год, как я не пользуюсь кремом для кожи вокруг глаз. Что я могу сказать? Я не вижу никакой разницы, абсолютно. У меня кожа не стала более дряблой, у меня не опустились, вот веки, кожа век не нависла. И она не стала тоньше. Более того, мне кажется, что она стала выглядеть лучше. Но условие одно – это уходовые средства, которые имеют очень хороший состав. Некоторые средства я вообще не наношу на кожу вокруг глаз, а просто наношу вот такими движениями. И, соответственно, крем попадает, тоже живут на эти скуловые косточки, да, и, наверное, этого достаточно, они попадают сюда. В общем, что такое сухость кожи вокруг глаз, я забыла вообще и зимой, и летом. А некоторые средства, которые более лёгкие, которые не будут вызывать отёчности, я наношу вообще на всё лицо и под глаза, и на веки. В общем, по мере надобности. Более того, я хочу сказать, что, на мой взгляд, моя кожа под глазами стала более эластичной. То ли это за счёт тех средств, которые я использую, и в которых действительно, наверное, состав так благотворно влияет на кожу. Либо кожа вокруг глаз стала сама работать. В общем, я не знаю, возможно, это всё в совокупе, и я её меньше трогаю, дёргаю этими кремами, утяжеляю. Ну что ж, давайте я покажу вам средства, которыми сейчас ухаживаю за кожей лица. И хочу ещё раз сделать акцент, что все эти средства имеют очень хороший состав. Вы можете безбоязненно их покупать, ими пользоваться. Ну и как вы думаете, кто здесь со мной? Мой хвостик маленький, моя помощница, компаньон мой, не знаю, как ещё назвать. Всегда со мной, всегда рядом. Будем вместе рассказывать. Очищение. С огромным удовольствием пользуюсь маркой Relastil. Это итальянская косметика, аптечная, отличная, с хорошим составом, очень мягко, бережно, ухаживает за кожей. Это умывалка для лица, она такая гелеобразная, очень приятная. Не возникает сразу вот желания нанести. Во всяком случае, вы спокойно можете закончить какие-то другие процедуры, да, спокойно вытереться, и потом уже наносить что-то на лицо. Прекрасное средство. И тоник, который я уже беру не первый раз, мне тоже очень-очень нравится. Следующие два средства, которые я вам уже показывала, это масло апонции, которое я заказывала давно. Оно у меня уже почти закончилось. Чудесное. Оно мне понравилось сразу. Я думаю, что все знают о свойствах этого масла для кожи. Кто не знает, почитайте. Летом оно мне немного тяжеловато. Появляются такие, как, знаете, мелкие прыщички, сыпь, даже не прыщички, это именно вот как сыпь на лбу. Видно, очень тяжелое в этот период года для кожи это масло. А зимой просто прекрасно я наношу его на влажную кожу после тоника, после гидролата. Вот в данном случае я наношу эту брызгалку от Веледа увлажняющую. Они прекрасно вместе работают. И потом это масло и на кожу, и под глаза, и на веки, в общем, на все лицо. Но почитайте об этом масле. Только, конечно, нужно смотреть, где заказываете, чтобы это было. Вот у женщины, которую я заказывала, она сделала акцент на том, что пришлет мне немножко другое масло, не то, которое я просила. Потому что то, оно слишком активное. Там как-то оно должно быть правильно разведено, чтобы подходило для лица. Потому что так будет переизбыток всего. Но вот даже это масло, вот как я уже сказала, летом мне оказалось тяжеловато. А так, бесподобные Веледа, кстати, очень классные. Что я использую для лица после тонизирования? Это в те дни, когда я не наношу масло. Масло в основном я наношу на ночь. Все названия буду подписывать внизу. Это такая хорошая рабочая лошадка. Ничего особенного она не делает, но вашу кожу спасет от сухости, от обезвоживания и так далее. Достаточно жирная такая субстанция и какого-то эффекта наполненности кожи. Или как-то вы после этого средства хорошо выглядите. Оно вам не даст. Крем от Веледа, который я вам показывала уже в прошлом году. Я очень люблю это средство. Оно должно быть у меня обязательно. Это тоже хорошая рабочая лошадка, которая вас спасет в любой ситуации. Им можно помазать и локти, и колени, какие-то участки тела более грубые. И лицо прекрасно реагирует на этот крем. И, наверное, если выбирать между этим кремом Веледа и предыдущим средством, которое я вам показывала, то я отдам предпочтение Веледе. И насколько же мне подошла косметика Биотерм? Я ее всегда так избегала, не знаю почему. Вот она мне как-то не лежала к ней душа, не хотелось попробовать. Но дочь подарила мне в прошлом году крем. Я показывала его. Вот это бесподобное просто средство. Двухфазное. Перед использованием его нужно хорошо смешать. С приятным ароматом, с классным составом. И оно дает такую наполненность лицу. Вот оно не просто помогает зимой избежать сухости, шелушений каких-то, напитать. Но оно и дает визуальный эффект. Но кожа очень красива у меня после всех средств Биотерм. Как я вот... Ну, не всех тех, которые я пробовала. Выглядит здорово. Очень приятно пользоваться этим средством. Потому что ты видишь не только, как я уже сказала, твоей коже не только комфортно, но и визуальный эффект. Радует лицо какое-то более свежее и наполненное. Очень хочу повторить ее на лето тоже. А это вторая баночка крема. Такого же, как мне подарила в прошлом году дочь. Правда, у них изменилась теперь упаковка. Это с водорослями крем. Отличный состав. И он настолько преображает мою кожу, что я вам даже не могу передать. И даже у меня муж возвращался с работы. Или там дочь приходит, и неоднократно меня спрашивали. О, ты видео снимала? Потому что, знают, если я снимаю видео, то я наношу макияж. Я говорю, нет, вот стою. А я там котлеты стою, жарю. Они говорят, да. Я думала, это накрашенная. То есть, вот настолько кожа хорошо выглядит. Это действительно так. Она как будто бы как заблюренная. При этом внутри только ухаживающие компоненты. Там нет ни силиконов. Дочь очень вообще... Она еще более ревностна к составам, чем я. Поэтому ничего другого она мне подарить не могла. Я даже не смогла вот сделать промежуток. У меня только закончилось. Я сразу заказала новую. Эуцерин, который я вам тоже показывала не раз. Я использую его как бальзам для губ. Это обалденная вещь. Я просто удивлена, что о ней никто не говорит до сих пор. Возможно, люди не знают. И, скажем так, я, можно сказать, такой первооткрыватель. Прислушайтесь, кто еще не попробовал. Я вас уверяю, это лучшее, что я когда-либо пробовала для губ. И вот сзади видно, что он подходит для всего. И можно ожоги помазать. И маленькому ребеночку. И никакие кармексы. И всякая остальная белиберда, которой у меня было много. Потому что губы у меня сухие. Я постоянно пользуюсь бальзамами. Не идет в сравнение. И большой достаточно объем, что тоже классно. Я купила и забыла. И пользуюсь все время. И здорово, конечно, в любую поездку его в сумочку бросить. Потому что, как я уже сказала, он не только для губ. Но и для любых других нужд. Вот даже ожоги можно и мазать. И гаджеты мои остались неизменными. Все, что появлялось новое, не шло ни в какое сравнение. Это Foreo Luna. Старая моя. Она в прекрасном состоянии. Кто там пишет, что там что-то через несколько лет начинает разлагаться. Ну, я не знаю, может быть, там какую-то поделку покупали люди. Ничего не разлагается. Она в идеальном состоянии. Просто новенькая. И я ее очень люблю. Я не знаю, сколько ей уже. Пять лет, там четыре года. Летом пользуюсь на постоянной основе. Зимой практически не пользуюсь. Потому что кожа у меня сухая. Массажер от The Body Shop. Это второй мой массажер. Потому что первый когда-то я разбила. Он у меня несколько раз падал. Пока одно колесико не отлетело там внутри пластиковая основа. Но он достаточно крепкий на самом деле. Я просто на плитку его роняла. Постоянно пользуюсь. Это гаджет, который помогает держать мой овал лица на месте. И никуда не сползать. Он классный. Ну, я массажирую им и шею, и овал лица, и скулы. Но я показывала не раз уже, как я им пользуюсь. Это реально рабочая вещь. И второй гаджет. Очень простенький. Стоит копейки. Я заказывала его на Алиэкспресс. И я пользуюсь им не каждый день, но частенько. Вот при соприкосновении с кожей он сразу начинает вибрировать. Я даже не знаю, будет тут видно или нет. Наверное, нет. И даже звук не слышен, потому что он такой очень тихий. Просто прекрасный. Сейчас я не пользуюсь кремом под глаза. Но я наношу масло на лицо. И потом прекрасно вокруг глаз прохожусь. Не тянет кожу. Уходовое средство для тела. Покажу до кучи. Тоже биотерм. Ничем другим я не пользуюсь по уходу за телом. Только мажу кремом, лосьоном. Это тоже прекрасное средство. Которое абсолютно не липкое. После него комфортно ложиться в постели. Ты не прилипаешь к простыням. И ноги друг к другу не липнут. Запах непередаваемый. Он чем-то похож на один из моих самых любимых парфюмов. Это Калистар. Ла Роса. Все помнят, наверное, про этот парфюм. Кто смотрит меня. Вот запах в раскрытии очень похож. Он такой манящий. Просто все ходят рядом в упоении. Спрашивают, чем это от тебя пахнет. Ну, мои уже знают, чем от меня пахнет. Я так сказала, как будто кто-то вокруг меня ходит. Ой, девчонки. Я, конечно, тоже, как сказано, иногда что-нибудь. Вот. Пахнет обалденно. Правда. Баночка большая. 400 миллилитров. Так что хватит вам его надолго. И не знаю, как и в других странах и городах. Но у нас очень часто бывает на него скидка. Посмотрите, как красиво отражается у нас аквариум на стене. Ну, прям необыкновенно. Можно даже специально делать такую инсталляцию на стену. И так вот подсвечивать аквариум, чтобы он давал большие тени. Мне кажется, это идея. Такая интерьерная задумка. Прикольно. Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю, что вы были сегодня со мной. Я очень надеюсь, что была хоть немного вам полезна. Желаю всем счастья, крепкого здоровья. До новых встреч на моем канале.